Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 18 тура серии А Сосола-Парма. Встречаются 7 и 19 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 6 раз играли на обе забьют да и поровну на тотал меньше больше. Сосола не побеждал Парму в последних 6 очных матчах. Последние 3 очные матча прошли на тотал меньше 1,5. Статистика команд. Сосола в последних 10 матчах имеет 4 победы, 2 ничьих 4 поражения. Парма в последних 10 матчах имеет 2 победы, 3 ничьих 5 поражений. Сосола последние 6 матчей отыграл на обе забьют да и 5 на тотал больше. Парма проиграла последние 5 матчей и последние 3 в сухую. Как видим, в последнее время обе команды чаще играют результативные матчи. В предыдущем туре Сосола проиграл Ювентусу 1-3. Гостям все испортило удаление Бианга в конце первого тайма. Но даже в десятиром Сосола сумел отыграться и стоял на ничью до самой концовки матча. Но допустил грубую позиционную ошибку в обороне, побежал отыгрываться и получил в компенсированное время быструю контратаку и третий гол. Парма проиграла Лацо 0-2. Парма очень слаба сейчас. Хотя один момент у хозяев был в самом начале матча, но они его не использовали. Отлично сыграл Рейна. Затем полное преимущество было у Римлян. И счет запросто мог бы быть где-то на 0-5, но обошлось всего двумя забитыми мячами. Парма сейчас сыплется как карточный домик. Команда проиграла пять матчей, в которых забила один гол. Сосола последние шесть матчей строго чередует поражение с непоражениями. На очереди стоит второй вариант. В последних трехочных матчах Сосола не забивал Парме. Все эти матчи прошли на тотал меньше полтора. Сейчас у Нераверди идет длинная результативная серия. У Пармы нулевая. Парма сейчас слабо играет в атаке. Сосола чуть подтянул свою защиту, но и в атаке стал не столь агрессивен. В норме здесь должно быть что-то в районе 2-0. Но Буки ставят на очень результативный матч. Поэтому тут открывается достаточно широкое поле деятельности игры на высоких коэффициентах. Из связки ставок тотал меньше обезобьют нет победа хозяев. Самый высокий коэффициент стоит на тотал меньше 2-46. На обе забьют нет 2-38, на победу хозяев 1-71. Если говорить об одной ставке, то здесь можно брать тотал меньше 3,5 за 1-54. У Сосола идет длинная результативная серия. Поэтому можно уже ожидать низового матча. Парма скорее всего опять не забьет. Сосола вряд ли разойдет на 4 гола. Поэтому ставка на тотал меньше 3,5 очень реальна. В качестве более агрессивного варианта можно предложить пару ставок на тотал меньше 2,5 за 2-46. И победу хозяев с форой минус 1 за 2-25. Или даже с форой минус 1,5 за 2-86 кажется. Такая пара ставок сыграет только при одном варианте счета 2-0. Который даже очень вероятнее сложившейся ситуации. Как уже было сказано, Парма сейчас слабо в атаке и вряд ли забьет. Сосола сейчас не так много забивает, как в конце предыдущего сезона. Поэтому вряд ли много отгрузит Парме. Которая приедет скорее упираться на 0-0, чем пытаться выиграть. Если же случится небольшое чудо и Парма таки забьет. Можно надеяться, что Парма или много не пропустит и сыграет низовая ставка. Либо Сосола разойдется на трешку и сыграет ставка на победу хозяев с минусовой форой. Такая пара ставок не сыграет в случае, если матч получится результативным. И при этом хозяева не добудут уверенную победу. Чтобы не было так страшно, можно на каждую из предложенных ставок выделить половину размера обыкновенной ставки. В случае проигрыша будет проигран все равно размер одной ставки. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. Если бы дядь Юра делал ставки, он бы поставил на тотал меньше 3,5 за 1,54. На что ставить вам и ставить ли вообще, решайте самостоятельно. Дядь Юра всего лишь сделал краткую аналитику предстоящего матча и приблизительные расклады, которые не претендуют на истину в последней инстанции. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.